Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. Ажиотаж у дверей Департамента градостроительства. К сегодняшнему утру там собралось более сотни человек. Все они хотят подать документы на получение бесплатного земельного участка. Список очереди люди составляли с четверга. Они опасаются, что на всех бесплатной земли от республики не хватит. Подробнее Олеся Калиниченко. Закон о бесплатной раздаче земельных участков молодым семьям Верховный совет Хакасии принял в конце мая. Можно сказать, что с сегодняшнего дня чиновники от слов перешли к делу. Начался прием документов, а соответственно и официальное формирование очереди. Уже к 10 утра в списке желающих построить дом и жить на земле около 400 молодых абаканцев. В 4 утра я приехал сюда и 286-й записался. Какие-то списки составили. Пока вот стоим. Надо уже ехать работать или 3 дня бомжевать. Ну я думаю, что раз ограничения нету, до конца года, 13-го, я так думаю, список подойдет мой, я получу сейчас так заведомо предназначающий мне, наверное, может быть. Помимо списка очередников люди составили график дежурства на крыльце департамента. Горожане готовы ночевать на улице, лишь бы не пропустить кого-либо без очереди и главное не прозевать свою. Такая щепетильность вполне обоснована. По словам специалистов, в формировании очереди будет играть роль не только дата подачи заявления, но и часы, а также минуты. Именно поэтому документы, несмотря на огромное количество народа, принимают лишь в одном окошке. Прием осуществляет один специалист. Связано это с тем, что каждый гражданин, подавая заявление, получает на своем экземпляре отметку, на которой ставится не только дата приема заявления, но и время. Поскольку в порядке очередности заявления будут зарегистрированы в окошке, именно в таком же порядке граждане будут получать ответы, какой номер у них будет очереди для приобретения земельного участка. Собственно говоря, подавая документы, молодые семьи получают лишь номер очереди. О конкретных участках пока речи не идет. На сегодняшний день в департаменте градостроительства уже полторы тысячи заявлений от разных категорий граждан, претендующих на землю. В городе таких площадей нет. Столица рассчитывает на помощь Усть-Абаканского района. На сегодняшний день рядом с поселком Зеленое Воскомитет предоставил нам земельные участки только для многодетных семей. На сегодняшний день для молодых семей в этом районе участки еще не предоставлены, поэтому о количестве говорить прежде всего. В этом году правительство республики обещало выделить и раздать тысячу земельных участков. Со следующего года планируется раздавать по три тысячи на дело в год. Так что главное встать в очередь. Рано или поздно землю дадут. Так прописано в законе. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Больше суток поселок Комунар остается без электроэнергии. Без света оказались 2300 жителей. Больница, школа, детский сад. Провода оборвались накануне. Обрушилась одна из запор линии электропередач, идущая от шара. Дежурные бригады энергетиков обнаружили место обрушения в 15 километрах от поселка. На берегу реки Большая Сыя. Но подобраться туда ремонтникам сразу не удалось из-за болотистой местности. Всю ночь опасный участок дороги укрепляли скальным грунтом. Работала тяжелая техника Комунаровского рудника. Работники предприятия направлены и на восстановление электроснабжения. Дорогу сегодня отсыпали. С утра человек около 50 техника у нас. Лахтовка, погрузчик, бульдозер, автовышка, автокран. Ну все машины, длинномер с лесом, ну опору под опору. Вот сегодня, думаю, что к ночи должны ликвидировать. Население, в принципе, водой обеспечено. Мы подключили дизельные станции, лазеры, которые у нас есть. Ну район в резерве еще держит одну дизельную станцию. Ну не зимний период, поэтому котельные стоят. В общем пока только света нет. Жители поселка Майна недовольны местными властями. Административно этот населенный пункт относится к Саиногорску. И по словам людей, внимания от руководства города им крайне не хватает. Проблемой заинтересовалась партия ЛДПР. Алексей Балинов побывал на встрече майнцев с либерал-демократами. На встречу с стенами ЛДПР люди пришли для откровенного разговора. По их мнению, поселок заброшен, и его потребности не учитываются Саиногорской администрацией. Существуют проблемы, которые требуют не просто денег, а в первую очередь обдумывания и разумного решения. 36-й дом был. 36-й дом. Отлично. К чему его завалили? Кому это нужно было? А люди же, там уже фундаменты все попадали. Какая это майна, какой это поселок, это стромота. Нужды поселка велики. Надо решать вопрос с детскими садами, с портплощадкой. Хочется, чтобы здесь построили бассейн. Но на все это нет денег. Какая была прекрасная у нас зона отдыха. Отдыхали и черемушки, и майна. Все отдыхали. Сегодня какая-то идет застройка. Выпомнилский лагерь. Все уничтожено. Никто нигде ничего не говорит. И ничего нам, мы не знаем. Дальше. Пожалуйста. Пионерский лагерь детям. Пожалуйста. Нужно детей оздоравливать. Пожалуйста. У нас вообще в этом плане очень-очень неважно. Даже праздник. День защиты детей. Проходит так, как проходил он, может, в 30-е годы и так далее. Депутат Саиногорского горсовета Екатерина Медюк считает, что претензии сельчан в основном справедливы. И то, что люди требуют самостоятельного поселкового управления, это признак недостаточного внимания со стороны городской администрации. По-видимому, недостаточно внимания уделяется жителям майна, потому что они одних самых активных, вот как в черемушке, да, то есть значит что-то не так. Потому что в Саиногорске вот как-то эти вопросы более-менее решаются. Здесь людям некому обратиться, по сути. Потому что все управление практически находится в Саиногорске. Здесь вот три человека, но они не в состоянии, наверное, решить все вопросы. Все вопросы, заданные жителями майна, либерал-демократы взяли на заметку. Некоторые из них, возможно, потребуют простого вмешательства депутатов Госдумы и Гурсовета. Другие – тщательного исследования и проработки. Однако люди оказались довольны уже тем, что их просто услышали. Сегодня и завтра выпускники школ могут подать апелляцию по результатам ЕГЭ по русскому языку. В Хакасии экзамен сдавали почти 3,5 тысячи человек. Напомним, минимальное количество баллов по русскому – 36. Эту отметку не преодолели 26 человек или 1% от количества сдававших. Семь раздали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В списке отличников – ученики Абакана, Черногорска, Саиногорска, Верхоскиза и Устина Копьевской школы. Из выпускников прошлых лет только три человека сдали экзамен на «Отлично». Общественная организация по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии» провела инклюзивный праздник «Страна детства». Здоровые дети и дети с инвалидностью, а также их родители вместе принимали участие в эстафетах, играли и развлекались. Одним словом, учились понимать друг друга и быть толерантными. Понятие «инклюзия» только входит в разговорную речь современного российского общества. Дословно «инклюзия» – это процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь. И желательно, чтобы этот процесс начинался как можно раньше, то есть с детства. Инициативой проведения подобного праздника выступила общественная организация «Доброе сердце Хакасии» и родители, чьи дети имеют инвалидность. Идея вообще, да, мероприятие, чтобы люди друг друга поняли, поняли, какие мы, мы разные, рыжие, блондины, с голубыми глазами, на коляске, неважно какой, да, можем видеть, можем нет, можем слышать, можем нет. Мы в первую очередь люди. И это самое главное, чтобы все поняли. Сегодняшняя реальность такова, что человек с инвалидностью, неважно взрослым или ребенок, оказывается в некой изоляции. Людей с ограниченными возможностями здоровья практически не видно на улице. Еще реже их можно встретить в кино, театре или кафе. Не потому, что они не хотят туда пойти, а потому, что туда для инвалидов нет доступа. У нас в основном сейчас все, что делается для нас, делается фасадно, то есть у нас построены кое-где пандусы. То, что происходит за пандусами, уже мало кого интересует, а там начинаются самые сложности. То есть мы по пандусу поднялись, дверь полностью не открывается, все, приехали, можно спускаться назад. Праздник был организован таким образом, чтобы через игру здоровые дети научились лучше понимать своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья. Ребята осваивали язык жестов, азбуку Брайля, угадывали предметы с завязанными глазами. Вообще не очень трудно, потому что, ну как сказать, описать обычный предмет, который ты нащупываешь и можешь видеть каждый день, легко описать. А как ты думаешь, легко людям, которые не видят, они живут каждый день с повязкой на глаза, вот как им живут? Ну это очень, конечно, трудно, но через года, через дни можно привыкнуть и приспособиться. Конечно, одним инклюзивным праздником ситуацию в обществе не изменишь. В настоящий момент общественная организация готовит к изданию специальную книгу пособия «Я знаю, я полноценно живу». Это своего рода путеводитель для родителей детей с инвалидностью. Параллельно общественники и родители добиваются инклюзии в образовании. Законодательные дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право посещать обычные детские сады и школы. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Интервью». Сегодня наш гость – председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя.